Всем привет, друзья! Ставка 30 тысяч рублей на Лигу Нацио. В воскресенье очень много матчей, у меня будет целых три видео на этот день. В этом видео матч Россия-Турция, многие другие интересные поединки. Часть ставок в этом видео, остальные у меня будут в Телеграме, где тоже все бесплатно. Подписывайтесь на Телегу по ссылке в описании. Ну и давайте проведем розыгрыш в 500 рублей, как обычно. Условия простейшие. Первое, подписаться на канал. Второе, поставить лайк под этим видео. Третье, написать минуту первого гола в этом матче. Человек, который угадает первым и выполнит все предыдущие условия, он и получит 500 рублей. Давайте начнем с матча Армения-Грузия. Из-за политической ситуации матч остается не в Армении, он перенесен в Польшу. Поэтому преимущества в домашнем поле у армян не будет, зато, возможно, у них будет функциональное преимущество, потому что Армения ни товарищеских игр, ни матч к отбору к Евро не проводила. Что касается Грузии, то они с белорусами играли официальный матч, выставляли, естественно, основной состав, потому что это был очень важный матч. В полуфинал отборок Евро они смогли пройти белорусов, одержали победу 1-0, несмотря на единственно забитый гол именно с пенальти. Тем не менее, грузины смотрелись лучше и заслуженно держали победу. И вообще Грузия здорово стартовала в Лиге нации. Они 1-0 на выезде в Эстонию поиграли. И 1-1 сыграли в Северной Македонии дома, где, в принципе, смотрелись лучше, могли надеяться на более хороший результат. Что касается Армении, то они стартовали не лучшим образом, уступили 2-1 в Северной Македонии на выезде, но во втором матче обыграли 2-0 Эстонию. Очень хорошая новость для армян заключается в том, что в этом поединке сыграет Генрих Мхитарян, главная звезда, лидер команды. Он не принимал участия в матчах месячной давности, так что вполне можно надеяться, что и армяне смогут забить. Ну а кто, на мой взгляд, сильнее Грузии или Армении, какие прогнозы я подготовил на этот матч, я вам расскажу после того, как вы подпишетесь на канал «Денег не надо». Я очень рекомендую вам этот проект, там вы сможете найти бесплатные прогнозы на различные виды спорта. И что интересно, автор канала Глеб, он не всегда делает прогнозы на самые популярные встречи, потому что, ну, вы, наверное, знаете то, что все эти популярные матчи букмекеры хорошо разбирают, там выставляются правильные коэффициенты. А вот в матчах, которые менее популярны букмекеры, очень часто допускают ошибки. Именно такие матчи ищет Глеб. Я вот, честно говоря, посмотрел, проходимость у него довольно неплохая, поэтому рекомендую вам этот канал. Кстати, Глеб часто проводит различные денежные розыгрыши, что вам, безусловно, должно понравиться. В общем, поставьте на паузу это видео, перейдите по ссылке в описании на канал «Денег не надо». Вот лично у меня сложилось впечатление, что Глеб действительно шарит в ставках, так что подписывайтесь, мне будет интересно услышать и ваше мнение по поводу его проектов. Итак, по поводу матча Армения-Грузия. На мой взгляд, грузины посильнее как команда по составу в целом, да. Но у армян есть главная звезда Махитарян, которой нет у Грузии. Плюс Армения не проводила матч пару дней назад, поэтому функциональное преимущество возможно будет у армян. Так что возможно у армян будет какое-то функциональное преимущество. Так что 3300 рублей я разделил на две ставки. Первая, индивидуальный тутл Грузии больше одного, коэффициент 188-1800 рублей я ставлю. И 1500 рублей поставил на обе забьют за коэффициент 2-10. Дальше идем. В Финляндии играют против Болгарии. Финны в Лиге нации провели два матча. Это довольно низовая команда. Они 0-1 сначала уступили Дому Уэльсу и обыграли 0-1 на выезде Ирландию. Провели товарищеский матч против Польши, которую уступили 5-1. Но в том поединке очень большую ротацию финны проводили. Я бы не стал обращать внимание на эти товарищеские поединки. А вот Болгар на сутки позже был важнейший матч полуфинала отбора Киево против Венгров. Играли Дому, уступили 1-3. И в общем-то в Лиге нации тоже не лучшим образом стартовали. 1-1 сыграли с Ирландии Дома и 1-0 на выезде уступили Уэльсу. Финны сильнее по составу, чем Болгария. Финны играют дома. К тому же они будут более свежими, так как основные футболисты не играли пару дней назад. А у Болгарии был важнейший поединок против Венгрии, где играла основа и которую они проиграли. Поэтому я ставка по 1 плюс тотал меньше 4-5, коэффициент 1-95, 2700 рублей я ставлю. Ирландия играет против Уэльса. Здесь вот та же самая история. У Ирландии был очень сложный матч против Словакии. 120 минут команда провели на поле. Плюс по пенальти ирландцы еще и проиграли. Таким образом у Ирландии негативные эмоции от проигрыша. Поэтому я думаю будет сложнее восстановление к этому поединку. В основное время вообще за 120 минут сыграли 0-0 со Словакии. Ранее 1-1 сыграли с Болгарией и 0-1 уступили Дома Финляндии. Уэльс сильнее. Уэльс 0-1 обыграл Финляндию. На выезде 1-0 победил Болгарию. Две победы в Лиге нации. В товарищеской игре уступили Англия 3-0. Там была ротация состава. Таким образом Уэльс будет гораздо свежее, чем Ирландия. Плюс по сравнению со сбором месячной давности в этот матч сыграет Рэмзи. Наверное главный лидер команды. Ну наряду с Бейлом. Но Рэмзи по сравнению гораздо больше игровой практики получает. Поэтому на мой взгляд у Уэльс сейчас свежее будет. И как сборный принцип тоже мне больше нравится. Я думаю Уэльс не проиграет. Ну а у Уэльса и Ирландии постоянно матчи все через тотал меньше проходят. Так что моя ставка 2х плюс тотал меньше 3.5. Коэффициент 1.74. 2.900 рублей я ставлю. Польша играет против Италии. Польша месяц назад 1-0 уступила Нидерландам. И 1-2 на выезде обыграла боснийцев. Пару дней назад они проводили товарищеский матч против финнов. Я уже говорил, что 5-1 победили. Тоже проводили определенную ротацию в том поединке. Что касается Италии. То они 1-1 сыграли с Боснией. Имея определенные преимущества. После этого 0-1 абсолютно по делу обыграли на выезде Нидерланд. Действительно итальянцы играли лучше. Могли забить даже больше. Ну и 6-0 обыграли товарищеский Молдову. Тоже сильно ротируя состав. В этом поединке я думаю, что итальянцы не проиграют. У них очень сильный состав. Отличная скамейка. Команда здорово сыграла против Нидерланд. Немного с босницами им в плане реализации не повезло. При этом мне кажется, что будут в этом матче голы. И Польша в принципе тоже может забить. Потому что хорошее нападение впереди у сборной. Так что моя ставка 2х плюс тотал больше 1,5. Коэффициент 1,70. 2,900 рублей я ставлю. И последний матч. Россия играет против Турции. Наши зачем-то выставляли основной состав на матч против Швеции. Которую уступили 1-2. Наши играли лучше. Создавали моменты. Сначала ошибся Джанаев в первом тайме. В втором тайме нелепые рикошеты. С углового наши смогли забить. Соболев отличился. Но в целом, конечно, наши играли лучше. Но наши потратили силы в этом поединке. И вставляли зачем-то основных футболистов. И я не уверен, что учитывая тем более, что еще и проиграли. Что наши успеют очень хорошо остановиться к матчу против Турции. Турции играли свой товарищеский матч на сутки раньше. Играли против Германии. И даже против немцев. Они неплохо ротировали состав. Хотя сыграли 3-3. Забили 3 гола. Пускай там туркам немного повезло. Но все равно молодцы. Мало кто может Германии забить 3 гола. Пусть Германия тоже проводила ротацию. Конечно, турки не лучшим образом стартовали в Лиге нации. Они уступили 0-1 на Венгрии. 0-0 сыграли с сербами, играя в большинстве. Наша сборная же напротив. 3-1 обыграла сербов. И 2-3 на выезде в Венгрию. Но мы видим, что во всех трех матчах последних у нашей сборной обе завют проходят. Непонятно, сыграет ли Джики в этом поединке. Скорее всего, да. Но опять же, каком состоянии будет, мы не знаем. Плюс вратарская позиция. Шунин месяц назад сыграл неплохо. Но это не говорит о том, что он сыграет так же надежно сейчас. В личных встречах в Лиге нации прошлого розыгрыша друг с другом команду два раза играли. Дома Россия 2-0 победила. И на выезде тоже турков мы обыграли. 2-1. Тому без обид ставка прошла. В общем, мне кажется, что турки смогут забить в этом поединке. Потому что физически они должны быть лучше готовы. Ну и наши, опять же, каждый матч пропускают. Пусть и курьезные голы. Ну и наши все-таки являются фаворитом этого поединка. Поэтому 3,5 тысячи рублей я разделил на две ставки. Первая. Индивидуальный тотал сборной России больше одного. За коэффициент 1,70. 2 тысячи рублей я ставлю. И полторы тысячи рублей ставлю на обе забьют. За коэффициент 2,18. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Переходите в Telegram. За дополнительными бесплатными прогнозами. Участвуйте в розыгрыше 500 рублей. Успехов вам. Увидимся в следующих видео. Продолжение следует.